Девушки отдыхают Извините, доктор, миссис Мэтьюс хочет с вами поговорить, она пришла в сознание Ну, если надо Миссис Мэтьюс, вы хотели меня видеть? Да, я приехала в клинику с целью удалить жир с век Да А как выяснилось, вместо того, чтобы удалить жир с век, вы ампутировали мне руку и заменили ее ржавым металлическим штыком А вы... Вы что, не хотели металлический штык? Нет, я только хотела удалить жир в области век Да, а металлический штык вы не хотели? Не хотела Может, у вас так и было с самого начала? Не было Давайте не будем спорить, проверим записи Ну вот, миссис Мэтьюс, так, так Металлический штык вместо руки, ну вот Все проблемы решены Вы только что это написали, ну и люди Чего вы хотите крови? Я хочу вернуть свою руку Послушайте Вы с опухшими глазами, это же настоящее открытие в области медицины Но я этого не хочу, я лишь пытаюсь восстановить справедливость Неужели вы со своими свинячими глазками не в состоянии это понять? Ведь это так просто Я только хотела Я не думала, что меня будут мучить назойливые пациенты Знаете, я устала Думаете, эта мышь хотела, чтобы у нее на спине выросло огромное нескладное ухо? Но я, возможно, когда-нибудь в медицинских учебниках будущего Ваша фотография появится рядом со снимком мыши И к этому моменту советую вам подправить свои старые пухшие глазки Что у нас на сегодня, Фиона? Я была в магазине Атланта Клэр Клэр, привет, привет Книга понравилась? Очень Мне показалось, что она более зрелая, чем предыдущая Хорошо Извини, я оставила помаду у тебя на щеке Не волнуйся, тебе понравилась сцена на складе? Превосходный стиль Ты размазываешь, правда? А сейчас ты ее размазала Справа, так? Нет, у тебя слева Ясно Уже не видно? Почти Я-то вижу, но, может быть, потому что знаю Успехов тебе Дэймонд Привет Привет, Дэймонд, как дела? Понравилось? Поздравляю, это фантастика Хорошо Особенно сцена на складе Хорошо Такая яркая А твой симпатичный дружок здесь? Да, он здесь, такой симпатяга Посмотри на него Какая прелесть Позови его Бенж Бенжи Иди познакомься с Майло Да Майло, Бенжи Майло Здравствуйте Я много о вас слышала Вам понравилась книга? Это триумф Хорошо Особенно мне понравилась сцена на складе Хорошо Фи, Фи, извините, Фи Ты выглядишь... Привет, Бенжи Привет, Бенжи Как дела? Угадай, кто? Я знаю, кто это, Фиона Как дела? Великолепно А у тебя? Лучше выгляжу Последнее время я посещал тренажерный зал Тряхнул стариной на снарядах Нет, дорогой, у тебя помада Да, я весь перепачкан Да Сейчас почищу Как твои лыжи в прошлом году? Милый, я чуть не умерла Квиш Спасибо Привет Я Клэр Ты в порядке? Мне очень жаль, но на твоей щеке немного квиша Немного квиша Кажется, да Милый, я не знаю, что я не знаю 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 Вторник Так вы были заняты? Это ваша знакомая? Первый раз вижу. Среда. Четверг. Для меня что-нибудь есть, Джан? Да. Хорошо, спасибо. Я пойду пообедаю. Буду в полчетвертого. Пятница. Я прячусь в вашем холодильнике. Скажите, чейс. О, нет. Выпустите меня. Черт, никакого чувства юмора. У вас нет чувства юмора. Слышите? Монашки. Монашки. Монахини. Для чего они нужны, мы не знаем, но они великолепны. Ты знала, что приедет окружная комиссия. Как ты могла так поступить, Дженни? Ты опозорила Харрогейт Харрис. Ты опозорила меня. У меня в довершении всего сегодня болит горло. Я просто хотела выиграть. Меня бесит то, что необходимости в этом не было. Это же твоя коронная дистанция. Сто метров. Не расстраивайтесь. Но почему ты не могла пробежать ее нормально, как на тренировках? Я думала, что при наличии мотора я побегу быстрее. Дженнин, о каком беге ты говоришь? Ты даже не коснулась земли. А зрителям понравилось. Ты даже не добралась до финиша. Ты парила в четырех футах над зданиями 22 минуты 18 секунд. Даже черепаха проползет сто метров быстрее. У меня упал мотор. Ты поднималась вверх, а не продвигалась к финишу. Как ты выглядела? А когда из твоих шорт пошел дым, ты была похожа на богиню Ра. Я не знала, что у меня загорится нагрудный номер. Я хотела вас подбодрить. Вы же замерзли. Дженнин, это же мошенничество. Ладно. Хорошо. Начнем все сначала. В следующие соревнования пробежишь без мотора. Хорошо? Не желаю больше видеть рук с копьями. Договорились? Опасная корова. Чехословакия. 1999 год. КОНЕЦ КОНЕЦ Ты в порядке? Да, нормально. По-моему, нет. Нет. Что такое? Что с тобой? У меня депрессия. Что? Депрессия. Депрессия? Тебе надо проконсультироваться хотя бы у врача. Я ходила. И что он тебе выписал? Прозак. Прозак? А что это? Ничего особенного. Правда, голова у меня ясная. Только вот все время тошнит. Ты уже шесть раз движешься по кругу в одном направлении. Правда? Да. Вы будете здесь весь день торчать? Ну почему вы такая черствая? Неужели вы не видите, как она несчастна? Извини. Ничего. Я вот думала... А, собственно, в чем дело? Да. Чего ради продолжать? Я могу скатиться на этом автобусе с обрыва. Тебе надо выговориться. Нельзя замыкаться, иначе сойдешь с ума. Послушайте. Это мой автобус, а не ваш. Извини. Ты плачешь? Нет. Мне показалось, что ты плачешь. Выпустите меня, пожалуйста, из автобуса. Нет. Я вам предоставлю эту возможность через минуту. До чего же некоторые люди бесчувственны. Я тебе кое-что скажу. Это тебя подбодрит. Целое утро ездила, и ни одного троллейбуса. Нет? Да. Смотри. Никто не знает. Правда? Тора. Никто не знает. Мак, 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 мак. Мак, мак, мак. Мак, мак, мак. Мак, мак. Продолжение следует...